Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала Козелжар, программа «Горизонт и развитие». Здесь мы будем рассказывать вам про сельское хозяйство, легкую и тяжелую промышленность, перерабатывающие производства, развитие районов и областного центра, о том, как меняется наш регион, что нового появляется и какие горизонты развития у Североказахстанской области. Несмотря на одинаковые природные условия, сельхозформирование Североказахстанской области добиваются кардинально разных результатов. Где-то благодаря соблюдению агротехнологий, внесению удобрений и качественной техники удается добиться высоких показателей, а где-то этими требованиями пренебрегают, тем самым не давая должного результата. На заседании коллегии сельского хозяйства обсудили предстоящую посевную кампанию. Чего стоит опасаться аграриям в этом году, узнаете прямо сейчас. Вся посевная площадь области составляет 4 миллиона 300 тысяч гектаров. 70% отходят под зерновые и зернобобовые. По итогам прошлого года их средняя урожайность составила около 12 центнеров с гектара, несмотря на то, что многие аграрии собирали и по 20 центнеров. Низкий средний показатель связан с нерадивыми предпринимателями, которые, имея такую же землю, попросту за ней не ухаживают. Таким бизнесменам намерены применять жесткие санкции вплоть до изъятия земель, тем более, что эту процедуру значительно упростили. Нами выработаны предложения по внесению точных изменений в действующее законодательство. В обязательном порядке мы все наши предложения внесем в руководство страны. Положительный пример, положительный опыт в этом направлении у нас уже имеется. Вы знаете, что неоднократно мы вопрос ставили о внесении изменений в законодательство по вопросу изъятия земель. Напомню еще раз, в старом законе там годы уходили на то, чтобы изъять землю у тех, кто не работает на ней. Там в течение целых пяти лет надо было два года, чтобы он не работал. И только потом государство приходило и имело возможность обратиться в суд и заняться процедурой изъятия земель. Сейчас все, как мы и предлагали, год не работаешь, все, до свидания. За полтора года сразу, значит, и земли будут изыматься. Если он получил землю и не работает, это очень правильно. Данная норма уже вступила. Президент подписал. Чтобы не лишиться своих земель и продолжать заниматься любимым делом, необходимо вовремя обновлять машино-тракторный парк. К слову, в этом году аграрии области намерены приобрести 2213 единиц техники. Также нужно закупать и вносить минеральные удобрения. План на этот год 170 тысяч тонн. И, конечно же, нельзя обойтись без качественных семян. Увеличивается объем качественных семян. Посев элитных семян в истекшем году составил 45,9 тысяч тонн, производимые как аттестованными хозяйствами, так и завезенные из стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате на сегодняшний день показатель сорта обновления составляет 9% в планах довести этот показатель до 9,2% в текущем году. Для этого будет завезено более 20 тысяч тонн семян элиты из стран ближнего и дальнего зарубежья. В целом, под посев текущего года, сельхозформирование в области обеспечено семенами сельхозяйственных культур в полном объеме. Для производства высококачественных семян, то Атамикен Агрокорнеевка в прошлом году завершил строительство завода по производству семян сельхозкультур с производительностью 60 тысяч тонн семян в год. Завод такого масштаба является единственным в республике. Стоимость проекта более 1 миллиарда тенге. Запуск завода значительно улучшит производство высококачественных кондиционных семян и повысит конкурентоспособность, что в свою очередь отразится на качестве получаемого урожая. Засуха последних двух лет также влияет и на показатели урожайности. В этом году хлеборобы должны будут подготовиться еще лучше, ведь по данным синоптиков, снежный покров гораздо меньше, чем ожидалось. Сейчас его высота всего лишь около 60 миллиметров. Чтобы войти в посевную кампанию 2022 года на должном уровне, необходимо незамедлительно приступить к снегозадержанию. Это позволит улучшить показатели влагозапасов. Все мы прекрасно понимаем о том, что хотя бы 150 миллиметров влаги мы должны иметь перед посевной кампанией. Поэтому, наверное, сохранение влаги и проведение всех мероприятий четко и ясно сегодня определяет задачи, которые стоят перед нами. Снег является единым сильным источником влаги, который сегодня регулируется человеком. Поэтому мы видим сегодня, что многие руководители сиркурсформирования понимают этот влаг. В той же мере, наверное, отсутствие влаги будет определяющим приемом применения предпосевной обработки. Уже сегодня понятно о том, что надо запасаться глифозатом для проведения комплекса всех мероприятий. Понятно о том, что самым главным фактором это будет сохранение влаги. Наверное, настороженность, которая сегодня есть, это прежде всего рост цены по глифозату на сегодняшний день. Минимальные цены его составляют от 5500-6000 тенгет. В том году цена его составляла 3200 тенгет. Поэтому надо понять о том, что по всей видимости будет и спрос. Поэтому такое предупреждение о том, чтобы запасались влагами. Еще одна наболевшая проблема для аграриев – это нехватка специалистов в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на то, что в регионе есть учебные заведения, где их готовят, многие руководители предприятий жалуются на их отсутствие. Решение этой проблемы есть. Главное – правильный подход. Еще с времен Таинша-Остыг, когда в свое время тоже там была тяжелейшая кадровая проблема, я начал со школы, заключал с выпускниками пятилетний договор, оплачиваем ему обучение. По этому пятилетнему договору он должен был после обучения прийти, 5 лет у нас отработать. Вот. Ничего не оплачивая, то есть получая зарплату, просто отработать и все. Почему я взял 5 лет? Ровно 5 лет хватает достаточно для того, чтобы человек обжился, женился или замуж вышел. И таким образом они 100% практически всегда остаются уже в деревне, гарантированно. Это один из путей решения. Второе. У нас очень много колледжей, у нас очень много вузов, университетов. Там студенты проходят практику. Часто у них проблема пройти хорошую практику. Поэтому приглашать студентов к себе большими группами, 20, 10, 15 человек. Всегда из этого количества можно выбрать 3-4 перспективных будущих специалиста, оставить у себя, создать им условия, поработать с ними в течение производственной практики. И это тоже один из таких хороших путей решения. Особое внимание Кумар Аксакалов уделил развитию социальной сферы. Земле нужен хозяин. 32% всех обращений в Акимат поступают именно от жителей сельской местности, которые недовольны работой местного предпринимателя. Сельхозтоваропроизводителями не уделяется должное внимание социальному развитию сел. С одной стороны, я специально вам называю эти цифры, когда мы говорим, что государство специально выделяет существенные средства, отказывается от многих налогов. Но мы должны же увидеть, что вы там хозяинуете нормально, в сельской местности. Должным образом относитесь к людям. В этой связи назрела необходимость усиления на законодательном уровне встречной ответственности сельхозтоваропроизводителей, в том числе и социальной. Основной учредитель ТО каждый год должен проводить собрания, посвященные утверждению годовой финансовой отчетности, где должны присутствовать все заинтересованные лица. Такая норма прописана в законе, но по факту она, как всегда, не работает. Многие аграрии их даже не проводят. А если и проводят, то спустив рукава. Никакой ответственности за это не предусмотрено. Вот я обращаюсь ко всем сельхозтоваропроизводителям, находящимся в этом зале, и те, кто слушает нас в районах. Лазейка используется, собрание не проводит, отчет не проводит. Люди, людей держат или держите в неведении. Отсюда и вопросы у людей возникают. Поэтому необходимо ужесточение требований по обязательному проведению отсчетов перед обладателями общедалевого землепользования. Если же предприниматели и дальше будут пренебрегать этой нормой, то их начнут привлекать к административной ответственности, подытожил Кумар Аксакалов. Меморандум о социальной ответственности аграриев перед населением разработали в Североказахстанской области. Для каждого он будет индивидуальный, ведь на сегодня населенные пункты развиваются по-разному. Где-то есть все необходимые удобства, а где-то нет банальной игровой площадки для детей. С этого года местные власти решили взять эту проблему на контроль. Какие обязанности теперь будут у сельхозтоваропроизводителей перед населением, узнаете из следующего материала. Каждый аграрий обязан заботиться о селе, в котором развивает свой бизнес, заботиться о местном населении и прислушиваться к его мнению. Но зачастую многие нерадивые сельхозтоваропроизводители попросту игнорируют работу по благоустройству населенного пункта. Это, кстати, может и вовсе привести к тому, что молодежь попросту уедет и село станет неперспективным. Считаю, что сельхоз, предприятия должны, ну, если не наравне, то также принимать активное участие в жизни села и улучшать село. У нас масса примеров, к сожалению, когда руководители этого не соблюдают. Вы это видите. Масса сел, которые пришли в негодность, когда практически отвернулись от людей, от людей и посещаешь или проезжаешь мимо этих сел, ну, сердце кровью обливается. Поэтому нужно все это привести в порядок. Привести в порядок. Социальная ответственность сельхозпредприятий перед людьми, которые живут на этих территориях, очень высокая должна быть. Очень высокая. Мы не против того, чтобы сельхозпредприятия, сельхозруководители зарабатывали. Нет, это бизнес, в конце концов. Они тоже рискуют, они получают кредиты и так далее. Но не только зарабатывай сам, но и помогают людям. Помощь государству в развитии сел, конечно, ощущается, но она не безгранична. Именно поэтому каждый аграрий должен помогать в благоустройстве и процветании населенного пункта. Напомню, основной учредитель ТО каждый год должен проводить собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, где должны присутствовать все заинтересованные лица. Многие аграрии их не проводят, а если и проводят, то спустив рукава. Никакой ответственности за это не предусмотрено. В этом году такие встречи решили взять под особый контроль. На таких встречах должны обсуждаться планы по развитию села. По развитию села. В обязательном порядке. Это мое мнение. Поскольку предприятия, которые работают на землях, они должны нести ответственность за развитие сельских территорий, то есть за развитие села совместно с государством. Взялся за работу в предприятии, то есть взял землю, соответственно, неси ответственность за жизни и судьбы людей, которые живут на этих территориях. Правильно же? А то у нас некоторые землю берут, работают, создают предприятия, а люди и село вроде бы их не касается. Это неправильно. Конечно, есть и примеры для подражания. ТО «Полтавская» и без какого-либо меморандума всячески поддерживает и помогает жителям сельского округа. Завозят уголь и дрова. Вкладываются в строительство социально значимых объектов. В 2019 году за счет ТО построен фельдшерско-акушерский пункт. Проведен капитальный ремонт общественной бани. Функционирует она совершенно бесплатно. Кроме этого, обеспечивают жителей грубыми кормами и фуражом. Строят дома для своих сотрудников и переселенцев. За счет средств хозяев в доме проведена вода и установлена канализация. Прибитена мебель, построена подсобное помещение, сарай, установлено ограждение. ТО «Полтавская» большое внимание уделяет социально-экономическому развитию Полтавского сельского округа. В 2021 году выделили средства на общую сумму 314 млн 697 тыс. тенге. В текущем году ТО «Полтавская» построила 7 домов для своих сотрудников и работников бюджетных организаций. Всего за 3 года мы построили 11 домов. Большое внимание уделяется вопросам миграции населения. В сельский округ приезжают семьи из других областей и соседних районов. Все трудоспособные члены семьи трудоустроены. В 2021 году в селе округа переехало 8 семей в количестве 20 человек, из которых 4 ребенка, 15 трудоспособных. Из них 8 человек трудоустроены. 2 находятся в дегретном отпуске. А также по программе «Имбек» прибыло 3-7 переселенцев в количестве 15 человек из трудоизбыточных регионов нашей страны. Меморандум о социальной ответственности и отчетной встрече с населением дадут мощный толчок к развитию сел области, уверен Кумар Аксакалов. После небольшого отчета заслушали просьбы и пожелания населения. В Полтавском сельском округе живет много детей. Большинство из них любят заниматься спортом. Но вот тренеров не хватает. Хочется отметить, что у нас уже, как Генерал Дмитриевич сказал, строится здание имени центра. Это очень приятно, потому что у нас ребятишки рождаются, подрастают. Ну что еще? У нас в РИДК очень хороший сейчас спортивный зал есть. И хотелось бы, чтобы в этом зале был спортинструктор. Потому что ходят наши дети, внуки, и чтобы это как бы финансировалась оплата для этого инструктора. Также наши ребятишки очень хотят заниматься танцами, но у нас нет хореографа. И с каждым годом мы средств будем выделять побольше, побольше, чтобы укомплектовать тренажерами все вот эти бывшие дома культуры. Потому что здесь надо, чтобы и спорт в селе, спорт должен тоже развиваться. И танцами иначе надо заниматься. Абсолютно правильно. Я думаю, что у руководителя предприятия как раз таки в этом меморандуме можно и прописать, что я обязуюсь в течение года найти хореографа. Почему бы нет? Правильно же? Какая была бы радость большая для детей? Подписываешь? Да, конечно, поддерживаю. Заключенные меморандумы должны находиться всегда в местах массового скопления людей, чтобы каждый мог видеть, что именно должно измениться в этом году в их населенном пункте. Кумар Аксакалов поручил в течение февраля провести такие встречи во всех районах области. На этом у меня все. Еще больше новостей о жизни Северо-Казахстанской области вы узнаете в следующем выпуске программы. До встречи в эфире. Северо-Казахстанской области